Тарык, дорогой. Давай ты окажешься от этого развода. Пожалей ты наш брак. Наш брак и так вызывает только жалость, Сибель. Поэтому я никак не могу изменить свое отношение к нему. Это завершенный брак, надо признать это. Не могу я это признать, Тарык! Тарык. Тарык, дорогой. Ну что, Берчин, будем растить без мамы и папы в таком-то возрасте. И домой ты не приходишь. Мне приходится часто нашей дочери говорить, что у тебя очень много дел. Берчин взрослая девушка. Она поймет. К тому же мы никуда не уходим. Из-за того, что мы разводимся, это никак не отразится на моей заботе к ней. Здесь я, Тарык. Я не позволь тебе уничтожить наш брак. Из-за маленького вранья ты не можешь уничтожить наш брак. Из-за маленького вранья? Это маленькое вранье? Сибель. Ты обратилась к мафиози. Ты никогда не была честной по отношению к нам. Хотя бы будь честной по отношению к себе. Мы несчастливы, Сибель. Причем уже долгое время мы несчастливы. Это даже припозднившееся решение. Тарык. Да. Да, доченька. Хорошо, запусти его, я не занят. У меня совещание с главой бухгалтерии. Прошу. Ладно, дорогой Тарык. Мы с тобой потом поговорим. Решение мое не изменится. Хороших занятий. Спасибо, дорогая. Ой, клянусь, спина раскалывается. Ой, я очень не устала. Ну ладно, мы совсем разобрались. Теперь пусть придут с Богом и просят. Иди. Во всей этой суматохе я забыла спросить. Слушай, а это Джингиз не знает о всем этом прошении? Даже если он не отец ее родной. Все-таки она считает его своим отцом. Разве она не спросит, где мой отец? Я сказала с ним, что у него есть дела. Она не ждет его. Да и Джингиз не знает обо всем этом прошении. Понятно. Да и к тому же... Я приняла решение, сестра. Я развожусь с Джингизом. Ну что ты, сестра? Нормально все? Слушай, что ты такое говоришь? Вот пройдем мы успешно этот этап. И первым делом я разведусь с ним. Я не сказал ни о чем ослым, чтобы она не расстроилась. Но все, хватит. Пускай закончится это бракосочетание. Знаешь, матушка, я не знаю, радоваться или расстраиваться. Правда, не знаю. Надеюсь, это к лучшему, матушка. Радуйся, сестра. Радуйся. Это хорошая новость. Бесстыдница. А? Джингиз, что ты делаешь ради бога? Ну что, ты разве можешь такое быть? Слушай, Джингиз, успокойся, и мы спокойно поговорим. Сюда. Иди сюда. Хорошо, что я сворвала эти ключи. А сейчас мне нужно узнать, что происходит. Посмотрим, видите ли, основным дочерью Тарека. Неужели здесь нет ее документов, каких-то свидетельств о рождении? Когда вообще она родилась? Продолжение следует... Продолжение следует... Госпожа Сибель? Иди к брату, должна была пойти. Когда я слышал эти звуки, я подумал, что вот, пробрался. Знаешь, тебя нужно бояться, госпожа Сибель. Значит, учитель Тарек с тобой тоже разводится. Значит, мы оба скоро потеряем свои пары. Ты сразу смирился? Ты согласен, что Бахедия воссоединилась с Тареком? Мы столько лет женаты, а он бросает меня из-за твоей жены. Будешь что-то умное говорить, говори, иначе заткнись. Если твой муж охладел к тебе, что я могу сделать? Боже мой. На самом деле... Раз уж Хедия сам решила развестись... Кажется, это не совпадение. Тарек в Хедии бросает нас, чтобы воссоединиться. Черт, я подери. Разве я могла до такого докатиться? Из-за этой швабры подошвы я могла до этого докатиться, а? Видимо, дело здесь не только в Хедии. Что ты хочешь сказать мне? А, кстати... А что ты ищешь в этом доме, госпожа Сибель? Что такое? Что ты надеешься найти? Послушай меня. Ты знаешь дату рождения, Аслан? Ты знаешь, от кого она, а? Ну, то есть... Есть вероятность, что она дочь Тарыка. Это невероятность, госпожа Сибель. Абсолютная правда. Что? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!